Так, ребят, значит, вот эту маску я протестировала, это тоже новинка, безумно понравилась, безумно здорово увлажняет, вот, она идет с витамином В3, неоцинамид, это витамин, который любит кожа любого типа, активизирует обновление на клеточном уровне, способствует улучшению внешнего вида кожи, уменьшению мимических морщинок и других несовершенств. Вот у меня есть мимическая морщинка, она, конечно, через полтора дня начала возвращаться, но эта маска все мимические морщинки просто стерла, у меня не было ни вокруг глаз вот этой мимики, ни на лбу мимики не было, и далее хочется ее показать вам покрупнее, она, конечно, тут с какими-то пузыриками, такая красавица, но на самом деле она идет такая вот прозрачная, невесомая, у нее есть лопаточка, да, то есть вот она прям такая вот, как гельчик. Наносится, да, то есть обламывается и так далее, и так далее. Боже мой, ребят, у меня руки, да, то есть эта маска, она, видите, как бы, да, такими как кусочками, ее нужно сначала растапливать на руке, по совету, как на сайте, да, а потом уже наносить на лицо, то есть она такая вот хорошенькая, она мгновенно освежает, увлажняет, улучшает внешний вид, действительно прямо мгновенный, ребят, буквально за 15 минут и поддерживает барьерную функцию кожи, вот. Очень приятное ощущение, тоже есть какая-то такая вот прохлада, потому что это такой вот прям гельчик, гельчик, гельчик. Также она еще регулирует выработку сибума, называется перезагрузка и как применять, то есть нанести маску с помощью лопатки на ладонь, распределить маску между ладонями двух рук и аккуратно нанести на кожу лица, ставить на 10-15 минут и смыть водой. То есть вот эту масочку нужно смывать водой. Я ее сначала нанесла потоньше, вот так как сейчас, она у меня исчезла, полностью впиталась и нечего мне было водой абсолютно смывать, если честно, ребята. Вот, я потом уже нанесла второй слой потолще и, как вы видите, масочка была полная практически, да, под завязку. Ну вот столько у меня получается вот ушло. То есть вот, воткнула, чтобы было лучше видно. В общем-то, да, эту масочку, я так понимаю, надо хранить в коробочке, потому что вот эта вот лопаточка, она может потеряться. Ее некуда в самой упаковочке, как бы положить. Я еще думала, может быть вот так, но, в принципе, нормально, но не до конца закрывается. Тогда ее нужно расходовать быстрее, да. Так, упаковка, упаковочка тут идет пластмасса. Вот, ну мы знаем, что сейчас компания Фаберлик принимает пластмассу, и мы уже не первую упаковочку уносим. И далее вот такие вот две новиночки. Эти две новинки, они просто шикарны. Их можно нанести потоньше на ночь, да, потоньше на ночь, или их можно нанести тонким слоем и сделать экспресс-масочку на 15 минут. Обе они очень интересные. Кстати, вот у этой голубой запаха практически нет. Такой морской, приятный, еле-еле-еле-еле уловимый бриз. Эти же маски, они немножечко поярче с ароматами. Пойду кисточку помою и вернусь к вам. То есть маска прям шикарная. Будем с мамой наносить. Что еще хочется про них поговорить, сказать. Значит, эта маска смягчающая для лица с провитамином В5. Тоже идет 50 мл, как и все масочки. Артикул 0444. Она идет именно высокоэффективный компонент, который способствует быстрой регенерации, смягчает и оздоравливает кожу. Очень такая густая. Ну, не густая, а такая, знаете, как будто вот, как даже сказать, знаете, такие стекла бывают непрозрачные. Вот она такая же очень интересная, да. То есть разносится легко, наносится тоже классно. В общем-то никаких нареканий нет. Аромат. Очень яркий, каким-то вот солнечным таким вот ананасом. Сейчас попробуем на мамульке вот эту маску восстановлением. Мы сейчас попробуем ее сделать как экспресс-масочку. Посмотрим с вами и расход, и все. Очень комфортно наносится. Мам, как тебе аромат? Вкусная. Вкусная, да. Ну, сильный такой, конечно, аромат. Да, граждане аллергетики. Держитесь. Да, держитесь. Ну, вкусная. Да, сочный такой. Вот прям захотелось, да, ананасика разрезать и покушать. Ну, по-моему, ананасик, да? Ананас, да. Да, прямо вот не ошибешься. Ничего не написано, можно ли наносить эту маску вокруг глаз. Поэтому я немножечко смело вот тут вот прям вот зацепляю побольше, поплотнее, щечки, все. Ну, и, конечно, куда же без шеи. Ну, как вы видите, расход такой нормальный. У нее идет обычный. И ее практически на лице не видно. Наши мужчины пугаться не будут. Да, красота. Губы щиплет. Да ты что? А я тебе вроде не нанесла на губы. Задела. Задела, да? Сильно щиплет? Ну, так. Щадящий. Щадящий. Понятно все. И она, кстати, не может и убежать. Ну, вот, посмотрим. Волосы немножко задела. В общем-то, написано, что можно ее тонким слоем наносить, а можно и потолще. Мам, повернись сюда. Вот тут не вижу. Издалека, я далеко, не очень понятно. Видно и не видно. Да, нанесла, не нанесла, непонятно. Ну что ж, все, будем молодеть, хорошеть. Я прям вижу, как у тебя немножечко такое покраснение пошло слегка. Да, да, подщипывает как-то. Маленьких чуть-чуть. Да, но если подщипывает, значит не нужно ее наносить на кожу вокруг глаз. Ну, в принципе, все маски так работают, что их не надо наносить. Вот, мама сейчас 60 плюс крем расходует у нас. Смотри, Дженек. Ну, вот, в принципе, на лицо и шею ушло где-то треть маски. Значит, ее раза на три хватит. Следующая масочка, то же самое, ее также можно наносить на ночь тонким слоем, не смывать и с утра только умыться. Или можно нанести на 15-20 минут, да, то есть если вам срочно нужно куда-то освежиться и так далее. Значит, она защищает от преждевременного старения, повышает эластичность кожи, устраняет следы усталости. Особенно рекомендована для чувствительной кожи. Да, аромат еле-еле уловимый. Если вот у этой маски действительно сильный аромат у 0044, да, но она опять способствует синтезу коллагена, смягчает, увлажняет, дарит ощущение комфорта, то вот эта вот возрождающая маска антистресс 50 МЛЭ, она идет с центеллой азиатской. Это кладезь компонентов и превосходный антиоксидант с доказанной эффективностью. Обладает разнозаживляющими и умолаживающими свойствами 0043. Значит, а вот эта больше, наверное, скорее всего увлажняет и морщинки разглаживает. Ну, да, если кожа пересохла, морщинки, они могут быть. Ну что ж, эту маску буду пробовать я. Будем смотреть. Так, ну что ж, как она берется. Эта масочка намного плотнее, как вы видите, наносится не так, как та, да, то есть она такая. Сложно ее нанести кисточкой, да, то есть ее надо как-то вот распределять, прихлопывать. Очень такой приятный аромат, какими-то еле уловимыми, может быть, даже розами, да, то есть, оба. Да, очень интересно, неудобная маска. Если вот эта вот с ананасиком, она реально удобная, то вот эта вот уже сложновато ее наносить. Да, написано 15-20 минут плотным слоем, но этот плотный слой пока по себе распределишься, 15-20 минут и уйдут. Не, ну-то я так уже смеюсь. Но она такая же, как и вот эта вот голубая наносится. Наносится долго, ее проще взять лопаткой на руку. Да, в каждом, кстати, креме есть лопаточка. Наносите лопаткой и все будет отлично. Мне кажется, что такой тоненький слой, он может и впитаться. То есть, ну, маму все-таки мы потолше нанесли. Ну, голубая это просто вот восторг. Мне понравилось. Я прям давай писать в чате девчонкам, в чате по продукции, что масочка действительно клевая. Но тоже давайте-ка я ее вот так вот сделаю на руки. Да, проще на руки сделать. И вот так вот разнести, тогда будет легче. Вот написано плотным слоем. А вот сейчас я почувствовала аромат клубники со сливками уже. Да, то есть какой-то цветочный клубники со сливками. Вот, ну, это, наверное, ребят, неплотный слой, потому что она практически, да, ушла куда-то вся. Я так понимаю, нужно взять еще, да. Ну, я вот возьму вот столько, да, посмотрим. Разнесу еще немножечко. Экспериментирую с вами первый раз. Ну, она такая, да, кремовая текстура, не глиняная, ничего. То есть очень даже интересно. На коже приятно. У меня вообще никаких ощущений нет. Мама у тебя покалывает, да? До сих пор покалывает? Да, слегка. Вот она с мамой сидит слегка. А еще какие ощущения? Больше такого нет. Да, то есть просто покалывает. Ну что ж, ждем 20 минут. Делаю впервые. Не знаю, что и будет. Бои мне вчера мастер красила, поэтому такие яркие. Немножечко татуажные получились. Хотя это обычная краска. На татуаж тоже надо идти уже. Я никак не могу сходить. Ну все. У меня такое чувство, что я ее втираю, и она исчезает с лица. В общем, у меня теперь есть всегда компаньер. После того, как мама к нам переехала, мы с ней все время вдвоем делаем маски. Да. Ну что ж, посмотрим. Вот тут вот у меня были морщинки. И вот тут большая такая была морщинка на лбу. Вот в этом вот месте. Она есть, да? Как вы видите, до сих пор. И вот она вообще стерлась. Ее вообще не было. Вот этой от голубой маски. Я прям в таком шоке была. Думаю, ничего себе, какая масочка. Шикарная, клевая. Ну вот эту сейчас посмотрим. Так вот, ребят. Ну и примерно сколько ушло на лицо и шею. Это без декольте. То есть, если с декольте брать, то маски хватит на два раза примерно. Если брать ее только лицо и шею, то на 3-4 раза вполне нормально. Но распределяется она не очень удобно. Сейчас я чувствую такой холодок какой-то бегающий по коже. И больше ничего. Мама же от этой маски про витамин В5 чувствует покалывание какое-то. Но у меня, знаете, кожа не особо-то чувствительная. Поэтому завтра мама эту маску сделает. А я вот эту. И мы с ней посмотрим. Нам обеим интересно. Все вот это вот новенькое тестировать. Действительно очень даже нравится. Ну что, ребят. 20 минут прошло. У мамы кожа стала мягче, лучше. Ей очень понравилось. Говорит, ничего так мягонько. Вот. То есть больше ничего не сказала. Но в принципе, что можно сказать с первого раза. То есть их нужно же делать регулярно. Такие вот все масочки. У меня же остался такой вот, ну как вот даже жирный слой. Вот. Эта маска действительно, если ее тонким слоем нанести, она может практически сразу-сразу впитаться. Я просто, как обычно, убираю нашими салфеточками. Ноль плюс гипоаллергенными. С экстрактом календулы, пантенолом, витамином Е. В упаковочке 50 штучек. Артикул 1798. Не показала ее в прошлом обзоре. Что-то как-то забыла снять. Ну да, снимается легко. И я думаю, что раз ее можно на ночь оставлять, раз ее можно на ночь оставлять, значит она не требует смывания, там как вот эти глиняные, да, чтобы вот так прям по-хорошему, по-хорошему. Да, то есть немножечко какой-то вот розовиночка какая-то вот есть на салфеточке чуть-чуть. Но она практически вся впиталась и кожа действительно стала лучше, ухоженнее, приятнее на ощупь. Как-то вот ничего тогда. Да, я думаю, что если все-таки я очищающими салфеточками протерлась, то это будет здорово еще ночной крем может быть на ночь нанести. Интересная, конечно, маска. Запах очень приятный. Мне прям все-все-все при все понравилось. И утащу немножечко у Кати этого крема антехне. Начну его тестировать. Пока у нас вот один на двоих, на вот этот вот маленький 0592 и нанесу на воспалительные процессы, которые у меня раз в месяц регулярно вылазят. Да, сейчас нанесу. Вот, причем недавно, да, то есть тут идет так локального действия, значит тут написано, что он подсушивает. Так, сальное железо выравнивает. В общем, да, и тут идет еще салициловая кислота. Мне недавно дали совет, у меня вскочил один такой вот большой-большой крыщик, купить вот такую вот мазь. Да, и тут как раз-таки на этой мази написано, что она салицилово-цинковая, поэтому, ну, не знаю, она мне не особо помогла в аптеке, я не знаю, сколько она стоит. Я сейчас попробую вот эту мазь, посмотрим, что там к чему, получится, не получится избавиться. Вот, повторяю, посмотрю. Вот такая вот крутая новинка для тех, у кого уже кожа увядает, да, типа для меня, для свекрови, крем-концентрат для лица, амезоботокс из моей полюбившейся линейки Эйдж Повер. Вы знаете, что я эту линейку очень люблю, у меня уже есть круговая пластика, активная сыворотка с коллагеном, да, то есть и вот теперь еще появился такой вот крем-мезоботокс. Вот эту линейку я уже использую давным-давно, это уже последняя, да, упаковочка уже, все, больше я не буду ее покупать, буду уже тестировать другую, вот, и получается вот этот крем-концентрат мезоботокс, он идет как уменьшение выраженности морщин, повышение упругости, увлажнение и сияние. Это идет альтернатива процедуре мезоботокса, крем-концентрат деликатно воздействует на кожу, препятствует преждевременному формированию мимических морщин, эффективно устраняет мелкие и помогает разглаживанию глубоких, возвращает коже красоту, здоровый внешний вид, делает ее более гладкой и упругой, придает лицу естественное сияние и нам обещают 72 часа увлажнения, ребят, ну, это вообще круто. Далее, многофункциональный пептид, это новое слово в антивозрастном пептидном уходе, миорелаксант, ингредиент проявляет усиленную эффективность в борьбе с появлением мимических морщин, комплексное воздействие приводит к их сокращению, противодействует процессу старения во всех слоях кожи, ну, вообще, шикарная просто аннотация. Так, также в составе идет новофтема-2, это универсальный переносчик кислорода и активных компонентов в глубокие слои кожи, активизирует работу клеток, стимулирует синтез коллагена. Также рентавитин, увлажняющий ингредиент растительного происхождения, связывает влагу и удерживает ее на поверхности кожи в течение длительного времени, также поддерживает уровень увлажненности, он разглаживает микрорельеф и дарит комфорт. И также алантаин, он смягчает роговой слой, способствует удалению отмерзших клеток и поддерживает барьерную функцию кожи, защищает от негативных факторов окружающей среды. Вот, значит, способ применения, наносите на очищенную кожу лица легкими массирующими движениями утром или вечером, рекомендуемый курс не менее 30 дней. Значит, 30 дней не написано ни на сайте, ни на упаковке, можно ли его наносить, получается, куда-нибудь там под крем, допустим, да, или еще что-то. Я так понимаю, что это самостоятельная какая-то штучка, которая очень быстро впитывается, как вы видите, не оставляет следа. Я ее наносила перед макияжем вчера, мне захотелось, да, попробовать. И могу вам сказать, что он впитывается и вообще не остается на коже без остатка, то есть полностью впитывается. Вот, значит, как он представлен в каталоге. Вот, Римма Корнеева тут про него рассказывает. Альтернатива инъекционной процедуре. Вот, так, используйте концентрат для лица, пептид-комплекс для точечного воздействия. Но это не он, а это вот этот вот пептид-комплекс. Так, значит, а вот этот мезоботокс идеально подходит для кожи средней и нижней трети лица. Зон со сложной мышечной анатомией вокруг губ, шеи и декольте. Результат мышцы расслабляется, уменьшается дряблость кожи. Угу, интересно, интересно. В технике мезотерапии для расслабления мышц лица и шеи. Очень даже интересно, да, 10 мл он идет. А, нет, это пептид-комплекс. Вот, а этот 30 мл идет, H-Power, крем-концентрат для лица, мезоботокс. Уменьшает выраженность морщин 78-80. То есть нужно и тот, и другой использовать. Сочетайте оба средства для получения максимального эффекта. И я так понимаю, что если мы будем использовать пептид и мезоботокс, то вот этим надо сверху. А вот эта сыворотка, она наносится под этот крем. Тут четко написано, что вечером наносить ее сыворотку тонким слоем на всю поверхность очищенной кожи лица под ночной крем. Рекомендуемый курс 60 дней. Да, и тут рекомендуемый курс 60 дней. То есть получается, это уже третий или четвертый, я не помню, который по счету. Вот, и мне сейчас интересно, если я буду использовать вот этот пептид-комплекс плюс мезоботокс, надо ли сверху еще вот этот крем, мне не совсем понятно, будет, не будет у нас перебор или не будет и так далее. Вот, как раз он у меня есть, этот пептид-комплекс. Я его точечно на морщинки как бы наношу. Вот, даже не знаю, ребят. Вот, плохо быть не косметологом, потом плохо быть не специалистом ПУПП. И вообще, как бы в компании Фаберлик столько продукции, но они обо всей рассказывают. Вот, я думаю, что Римма Корнеева выйдет еще с вебинаром и расскажет нам, как этим делом пользоваться, можно ли это все вместе сочетать. Вот, но сейчас, конечно же, если я уже вскрыла эти упаковочки, то нужно заканчивать. Но крем очень похож вот этот на эти, тем, что он получается так же высыхает, как будто на лице, полностью впитывается, высыхает и не оставляет следа, и не получается никаких вот этих вот проблем. Вот, маски понравились, значит, все тоже здорово и классно. Вот, а у одной только ярко выраженный такой сильный аромат, у двух остальных такой хорошенький аромат, приятный. Вот, в общем-то, все. Наверное, все новинки, которые мне удалось заказать, я заказала, ребят. Вот, а всего остального, все, что я не показала, все, что бы вам хотелось посмотреть, пока что, к сожалению, в наличии нету. И я вам это показать не могу. В этом каталоге будут две части, скоро будет мужская еще коллекция, о ней мы с вами пообщаемся. Более подробно все покажу на Антоне. Ребят, следующая новинка на моем YouTube-канале, тоже впервые его сейчас будем пробовать, это рис по-сицилийски с тыквой и специями. Значит, время приготовления 20 минут, тут идет три порции, витамин А, Е, железо в состав идет, да, и, в принципе, вот такой вот спектр, да, я думаю, впервые нужно показать очень-очень подробно. Вот такой вот у него состав, можете поставить на паузу и посмотреть, почитать. Вот, он идет без КМО, без соли, то есть солить нужно самим, без усилителей вкуса, ешки всякие там, да, без ароматизаторов, только натуральные компоненты. Масса нет, а 200 грамм, артикул 16-108. Ну, мы, как обычно, приготовили половинку, половинка выглядит вот такая вот тяжеленькая порция, тарелочка тоже от компании Фаберлик, ложечка тоже от компании Фаберлик, очень она нам нравится. Значит, в сухом виде он очень сильно нашпигован специями, я бы вам сказала, да, то есть очень прям так, такой вот он прям насыщенный-насыщенный, пахнет чем-то таким очень-очень острым. Честно сказать, прямо помидоры я чувствую, да, но тут в составе как раз идет рис длиннозерный, овощи, зелень, тыква сушеная, томаты, паприка, лук, зеленый, чеснок. Вот, поэтому, так как в составе паприка, я знаю, что у меня на паприку идет аллергия, да, то есть еще много лет назад, около 7 лет назад у меня выявилась аллергия, поэтому я это дело буду давать. Можем попробовать, в принципе, получилось очень такое красивое, какое-то восточное, острое, аппетитное блюдо, даже без мяса смотрится симпатично. Ну что, ребят, вот муж его попробовал, честно сказать, остринка средняя, тыква, тыкву он не почувствовал, больше всего он почувствовал паприку. Тут на самом деле, да, идет паприка двух видов, и паприка копченая, и паприка простая. В общем-то, сказал, что если бы я это ела, то для меня это было бы слишком остро. Горчинка какая-то идет, вот как раз от этой паприки. Плов он не напоминает, то есть это просто рис, да, хочется рядом какую-нибудь котлетку положить и так далее. В общем-то, да, и что еще хочется про него сказать, то есть он 100% натуральный, без ГМО, также у него есть высокое содержание витамина Е, витамина А, железа. В составе идет бамбуковая клетчатка, которая является уникальным источником пищевых волокон и не раздражает желудок, способствует длительному насыщению, улучшает обмен веществ. Вот, лук, кориандр и чеснок, они идут как фитоциды, вещества, защищающие наш организм от бактерий и вирусов. В общем-то, все в порядке, все здорово, но слишком остро, я, конечно, такое кушать не буду. Вот, муж сказал, что ему не понравилось, я вам скажу честно, вот 16-108, он сказал, что слишком много приправ. Вот, то есть второй раз, когда мы будем вот это дело все готовить, мы просто, может быть, промоем его в воде, потому что, смотрите, тут на дне просто огромное количество приправ. И приправ слишком много, наши разработчики очень любят все вот такое вот повкуснее, пожестче, да, то есть, но так как мы люди, которые выращены на всем натуральном, то, то не знаю, мне кажется, что мы не сойдемся с едой в компании Фаберлик. Вот, мне бы хотелось обычную гречку, обычный рис, да, то есть, там, бурый рис, еще что-то, ну, вот все такое вот полезное, конечно, бы хотелось, потому что батончики компании Фаберлик очень вкусные. Вот наша любимая каша, она просто огонь, просто бомба вот эта вот с яблоком и фундуком, мы заказываем и заказываем, мужу безумно понравилось. Ну, а вся еда, практически вся еда, она нашпигована какими-то специями, такими, которые, ну, не можем-то мы и кушать. С одной стороны вкусно, с другой стороны хочется просто поесть, а не вот эти вот все изыски, которые слишком острые, слишком ярко выраженные вкусы и так далее. Нет, в общем-то, да. Дальше, смотрите, ребята, у нас такой вот появился детокс-скраб для кожи головы. Это очень обалденная штука, я его хвалю, потому что у нас был предыдущий скраб, он мне нравился, но он сильно пенился. И вот эти вот скрабирующие частички у него, да, от Эксперта черный скраб, вроде бы все хорошо, действительно ощущаешь чистоту, действительно после него классно было делать маски, но этот еще лучше. Во-первых, он абсолютно не пенится, а во-вторых, он действительно хорошо очищает кожу головы. И в-третьих, вот эти вот все скрабинки, которые тут вот идут в составе, да, как вы видите, давайте я вам сейчас размажу, увеличу. Они идут разных размеров, они по-разному очищают кожу, да, то есть вот видите, тут еще беленькие такие вот скрабинки, черненькие, да, все вот это вот. И они очень хорошо очищают и кожу головы, и волосы, и так далее, и получается очень даже хороший эффект. Он такой идет, какой-то мятная свежесть у него идет, привкус, очень приятный такой, знаете, не бьющий в нос, ничего, еле-еле уловимый. 100 миллилитров, артикул 77-33. И вот что написано в аннотации, что вулканический пепел, он известен своим абсорбирующими свойствами, регулирует работу сальных желез, быстро устраняет загрязнения. Вот он мне очень подошел в плане того, что я как раз тот день делала мейк, делала прическу, на мне было лака 3 килограмма и так далее, и так далее. Я, у нас была фотосессия, я меняла 3 прически, да, то есть каждый раз это же лак сверху, на лак, лак, на лак. Вот, и когда я помыла голову им, я просто была в восторге, знаете, чем? Тем, что когда я начала его смывать, скрабинки полностью ушли с головы, и они не застряли в волосах, и самые интересные, волосы были такими мягкими, такими классными, такими напитанными, что я просто была в шоке. Обычно скрабирование волос и кожи головы и волос заключаются в том, что волосы как пакля, понимаете, а тут они были прям шикарные. Вот, и тут как раз написано, что нежная эмульсионная текстура скраба предотвращает пересушивание волос. Ребят, полностью перехожу на него, не знаю, остался ли тот скраб еще в наличии в компании Фаберлик, но вот это моя находка. Что шампунь от этой серии мне очень понравился, потому что я как раз перед дорогой помыла голову, и двое суток у меня голова была абсолютно свежей. Но я тут сделаю пометочку, что у меня нежирная голова, вот, и как бы вот этот вот перепады температур, когда было плюс 30, я приехала, а в Кирове уже было холодно, да, то есть вот это вот все. Но с головой было все отлично, я даже сняла видео, потому что я провела свой день рождения в поезде, как вы помните, да, и меня все с поезда встречали, там, с цветами, со всем, с видеокамерами, и, ну, с телефона, да, с обычного цвета. И так получилось, что я должна была хорошо выглядеть, накраситься я накрасилась, вот, а голову помыть там было, ну, особо негде, ехали мы, ну, долго. Вот, и, конечно, было здорово посмотреть, что я на фотографиях вышла, как будто голова только что помыта, а не два дня этой голове, да, потому что с Джубки до Кирова на поезде ехать действительно далеко. Вот, еще и там с пересадками, потому что из самой Джубки автобусы не ходят, в общем-то, да, и мы ездили, садились в горячем ключе. Вот, ребят, и самое, что классное, его нужно всего лишь 3-5 минут вот подержать, оставить на 3-5 минут, затем смыть большим количеством воде, заключение процедуры, вымыть голову с использованием шампуня. Но шампунь я уже не использовала, потому что у меня и так все было прекрасно, великолепно, и никаких нареканий не было. Мне не захотелось использовать шампунь, честно вам скажу. Вот, но тут написано, что можно этой же линейкой, этой же серией, еще и шампунь, представляете, наичистейшие волосы были бы. Смотрите дальше, маска бальзам для кожи, головы и волос, вот после этого скраба, как я проскрабировалась хорошо, я нанесла вот эту маску бальзам. Я очень люблю эту линеечку, на данный момент, эксперт фарма, это что-то типа косметевтики, да. Вот у меня сейчас на данный момент на очереди концентрат против выпадения волос, это не новинка, но я им пользуюсь. Артикул 8350, тут 6 ампул на 6 применений. И вот это вот из другой линейки, она идет как активатор густоты волос, и есть ампулы такие же, активатор густоты волос. Вот что хочу сказать, нанесла на голову, подержала, как тут сказано, 3-5 минут, но может быть даже дольше, а может быть 6-7 минут, но не больше я держала. И вот что мне понравилось, когда, знаете, я пользовалась этой линейкой уже давно, да, вы знаете, вы ее часто видите в моих заказах, и у нее такой сладковатый, приятный привкус, бальзамчик такой вот хорошенький. И самое интересное то, что парикмахер у меня сейчас ходит очень хороший, с опытом, постоянно ездит, учится, работает в хороших дорогих салонах, и она мне говорит, Аня, откуда у тебя столько новых волос? Вот буквально 3 дня назад я говорю, ну слушай, я все время вот эти ампулки принимаю, ну как бы не принимаю, а втираю в кожу головы, и таким образом у меня получается то, что они, ну вот, наверное, из-за них. И вот как раз самое интересное, тут вот как раз и написано, стимулирует рост волос, увеличивает густоту, и как раз на ампулах тоже самое было написано. И вот также тут написано, содержит дебустер комплекс, который пробуждает волосяные фолликулы и продлевает фазу активного роста волос и рекомендуется для мужчин и женщин. То есть вот мужчины, да, у которых там у папы уже, да, на голове волос нету, это говорит о том, что им лучше начать как бы раньше его использовать, вот, чтобы в дальнейшем как можно дольше проблемы с головы убирать, да. То есть, ну, просто переходить на эту линию и все. Вот, и также, что я еще заметила, он хорошо смывается, и так-то волосы были классные после вот этого вот скраба. Еще этим-то вообще просто шикарные волосы, суперские такие ухоженные, получились хорошие. В общем, маска-бальзам для кожи головы и волос, активатор густоты волос, мне очень хорошо подошла, ничего не чесалось, перхоти не было, вообще никаких проблем. Запах очень такой приятный, сладковатый, еле-еле уловимый. И очень хорошо, что он способствует проникновению активных веществ, водостяной фолликул и уплотняет волосы. В общем, ребят, вот эти две новинки я вам прям рекомендую. Вот это на любителя, вот это антиакне, как мы с вами помним, да, вот это вот антиакне. И дремтерапия, конечно, тоже на любителя, потому что у него яркий такой вот аромат. И вот масочки тоже классные все на данный момент, никакого раздражения, ничего, прям шикарные. В общем-то, да, и зубная паста тоже понравилась. Ну, в общем-то, и все. Всем пока-пока. До встречи с вами в новых видео. Была быть рада вам полезной, с выбором. Обязательно попробуйте маску и вот этот вот вулканический пепел Detox Scrub для кожи головы, да.